Добрый вечер, в эфире ОРТ, программа «Здесь и сейчас». Потепление в отношениях России и Франции, которое вроде бы наметилось во время визита Путина в Париж, позволяет надеяться на взаимопонимание в тех областях, где до этого визита такого понимания у нас не было совсем. Хочу кратко напомнить историю российской актрисы Натальи Захаровой. В 1996 году она развелась с мужем французом. По решению суда дочь Маша осталась с матерью, но отец имел право забирать девочку на каникулы, чем он и воспользовался. Домой Маша вернулась в синяках в тяжелом психологическом состоянии. Мать актрисы Натальи Захарова обратилась в полицию, было возбуждено уголовное дело. В итоге в 1998 году суд принял решение, французский суд, девочку отдать в приют, а затем в приемную семью. У другой, известной российской актрисы Елены Сафоновой, тоже нет возможности воспитывать своего сына. Суд решил, французский суд, что сына будет воспитывать отец. Здесь сейчас с нами из Парижа, а нет, вот мне показывают, что пока Наталья Захарова не может найти нашу камеру там. Но со мной в студии Елена Сафонова. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот вы столкнулись с похожей проблемой, и у вас из двух сновей один живет, воспитывается во Франции. И вам тоже не дают с ним общаться? Вы знаете, Александр, я, конечно, не могу сравнивать свою ситуацию с Наташиной, потому что она, безусловно, намного тяжелее, потому как ее ребенок находится в приюте, это при живых родителях, когда есть и папа, и мама, ребенок лишен вообще родительского какого-то тепла и нежности. Моя ситуация, я не могу сказать, что она проще, потому что в любом случае быть разлученной с собственным ребенком, это тяжело, это жестоко, это несправедливо, неправильно, все, что хотите. Но единственная мысль, которая меня все-таки как-то согревает и утешает, то, что все-таки он живет с родным папой. Как бы я ни относилась к папе, как бы я ни относилась к Франции и к так называемым родственникам на той стороне, тем не менее, он его любит, потому что он его папа. Поэтому с этой точки зрения я себя утешаю тем, что ребенок находится, по крайней мере, у своих родных и близких людей. Но три с половиной года вам не давали видеться, да? Да, мы три с половиной года, мы не могли не только видеться, мы не могли даже говорить с сыном по телефону. И вот только год назад у нас состоялся такой очень длительный суд, суд длился год. И в итоге, так сказать, ну суд просто не мог уже поступить иначе, потому что ситуация была слишком очевидна, и это было слишком... Это выходило за рамки уже как бы любого представления о добре и зле, и судья вынуждена была пойти на то, чтобы разрешить не только видеться с ребенком, но даже позволить папе привозить ребенка сюда, хотя это до сих пор, к сожалению, не происходит. То есть до сих пор вы не можете пригласить ребенка, например, на каникулы сюда в Россию? Нет, я, конечно, могу его пригласить, и я его приглашаю и жду, и жду каждый день, в любой момент. Двери моего дома, естественно, конечно, всегда для него открыты, но пока что, так сказать, никаких сдвигов не происходит. И что самое обидное, что и непонятное, даже сказать обидно и неправильно, это непонятно, почему французские власти остаются абсолютно глухи к тому, что решения их же французского суда, они не выполняются. К сожалению, это не волнует никого. Ну вот президент Ширак комментировал ситуацию, Наталья Захарова, он сказал, что дочь Маши французская гражданин, и поэтому, так сказать... У меня несколько другая ситуация, дело в том, что мой Саша, он гражданин Российской Федерации, он был зарегистрирован как наш гражданин в нашем российском посольстве сразу по его рождении, но это тоже никого не интересует, кроме меня. То есть юстиция, она абсолютно глуха, слепа, и к нам она не имеет, к сожалению, никакого отношения. А вам тоже запрещают говорить по-русски с сыном? Нет, мне не запрещают говорить по-русски, это было бы нонсенсом. Другое дело, что в силу того, что ребенок растет уже во французской семье, он, конечно же, не говорит по-русски, он не слышит русской речи и не понимает ее, к сожалению. Но я надеюсь, что все-таки как-то контакты потихонечку восстановятся, и я надеюсь, что ребенок все-таки будет понимать, на каком языке говорит его мама. А вы обращались к каким-то... Я просто, собственно, к тому, что Владимир Путин обсуждал проблему Натальи Захаровой, которая сейчас, видимо, где-то в квартале вокруг нашей камеры мечется. Мы пытаемся ее по телефону подвести к камере в Париже, но пока это не получается. С Шираком обсуждал ее проблему, а вы как-то обращались? Вы знаете, конечно, я обращалась, это все было уже более чем год назад. И я должна сказать, что очень многие люди мне помогали. Мне не в чем упрекнуть, например, многих депутатов бывшей Государственной Думы. Мне очень помог Павел Крашененников, который в то время был нашим министром юстиции. Действительно было послано некое письмо, вероятно, в Министерство юстиции Франции. Но были несколько иные времена, и как-то поднять от стула, приподнять высокопоставленных чиновников, так сказать, это было, наверное, очень трудно. И этого не произошло. И я вот вчера с удивлением, с радостью, с благодарностью узнала, что наш президент конкретно защитил конкретного маленького человека, маленького ребенка. Для меня это произвело просто потрясающее совершенно впечатление. Я благодарю его, я готова ему поклониться просто в ноги за то, что он сделал вчера. Я считаю, что это действительно очень важно, и это грандиозно. На мой взгляд, эта проблема имеет очень серьезное отношение к правам человека, и уж точно не меньшее отношение, чем история с журналистом Бабицким, о которой, я думаю, писали все французские газеты, кому не лень, топтались на этой теме. Вас, наверное, тоже одолевает французская пресса? Вы знаете, ну тут вы ошибаетесь, Саша, потому что французская пресса как раз старается обходить страну этот вопрос. И у меня есть ощущение, что им очень стыдно, им очень неловко, и они очень некомфортно себя чувствуют в этой ситуации, когда заходит речь. Потому что, ну, так сказать, многие меня там знают, я там работала, и им очень неловко со мной общаться. И я считаю, что действительно эта ситуация стыдная для Франции, потому что страна с богатейшей культурой, и вести себя так недостойно по отношению к маленьким человекам, потому что вне зависимости от того, чьими гражданами, какой страной гражданами они являются, им все равно какой национальности их мама. Они нуждаются в маме, в маминой нежности, в мамином тепле. Им абсолютно безразлично, на каком языке эта мама разговаривает. Покажите, Париж, хочется понять все-таки, нашла Наталья Захарова нашу камеру или нет? Нет, пока ничего не получается, но... Неплохо слышу. А, вот вы с нами хотя бы по телефону. Что же вы там так потерялись? Добрый вечер. На 16 ноября назначено заседание апелляционного суда по вашему делу. И адвоката вашего не пустили. Подождите. Успели вы к камере? А я в камере стою. Ой, какое счастье. Времени, правда, остается 3 минуты. Большой город Париж. Привет. Добрый вечер. Вы слышите меня сейчас, да? Я слышу, только подромче, потому что мы напротив очень шумной улицы. Ну, я буду стараться. На заседание апелляционного суда вашего адвоката не пустили. Это так? Да, это так. И после встречи... Вы, кстати, знаете подробности, что говорилось по вашему поводу на встрече Ширака с Путиным? Да. Интересно. Сейчас, одну секунду. Мне... Я получу АФП, думаю, АФП, спасибо, пожалуйста. Ты потрясаю. Лучше по-русски с нами. Потому что время уходит. Скоро уже спорт, реклама. Что-то у нас сегодня с Парижем не ладится. Ну, хорошо. По крайней мере, министр Инстаграм сегодня оттуда выходил в эфир. К общественности французской вы не можете обращаться. Они вас не поддержат. Как вы прежде, или Бобицкого. Почему я сравнил? Вы знаете, вообще нас нельзя сравнивать. Мы, конечно же, разные люди. Но нельзя воспринимать нашу разность, что если мы не такие, как они, то значит мы хуже. Это ведь не так. И действительно совершенно бессмысленно обращаться пока что, во всяком случае, к французской общественности. Потому что им страшно. Они не знают. Даже те люди, которые сочувствуют. И Наташа, и мне. Им страшно как бы напрямую выступать и защищать подобные вещи. Но на самом деле, Саша, вот мы перед передачей заметили о том, что ведь речь идет не только о Наташи Захаровой, не только о случае с моим сыном Сашей, русским мальчиком, который живет в Париже. На самом деле это система отношения к нам. Система достаточно унизительная, очень жестокая. Вообще хотелось бы как-то, чтобы... Я очень рада, что вот наш президент как-то вступил на ту дропу. Да, все-таки попробуем. Наташа, но я уже не могу громче, так сказать, автотранспорт парижский, я не заглушу. О чем говорили Путин и Ширак по вашему поводу? Очень плохо слышно. Не так хорошо. Очень хорошо. Нет, это много звук. О чем говорили Путин и Ширак? Последняя попытка. Букву добруй. Ну ладно, не получается. Много шума. Мне тоже кажется, что эта проблема требует вот именно такого серьезного разговора. Я вам очень благодарен. Да не за что. Сожалею, что мы не поговорили с Натальей Захаровой. А в связи со всеми этими историями я вспомнил историю с кубинским мальчиком, которого, вопреки его желанию, вывезли в США. И кубинские власти, им удалось добиться того, чтобы мальчик вернулся на Кубу. Хороший пример для, в том числе, нашего российского правительства. Здесь и сейчас. Телекомпания «Ивид» по заказу ОРТ. ОРТ.